Добрый день! Добрый день! Ну и при этом сам керавник Беларуси шарговым разом публична заявляя, что Конституция Беларуси просто не пасуя, не подыходит для женщины, и краина не саспела до президентки. Цей Светлана Тихановская может перемахчин на этих выборах? Алена Тиханович, откажите, пожалуйста. Так или нет? Ну, мой район откажет, может, когда успеховая миссия, якая нея ускладзена у этой выборчей гульнице, у этой выборчей кампании. Это значит, когда эта миссия переможа, эта роля ей поможа, выборы будут проводиться по іншим сценарям, по іншим справедливым умовам. И тогда макчима, что там будут іншые кандидатуры у бюллетенях, что там может з'явиться и имя, и мужа Сергея Тихановской. И вот таким сенсом, мне бачится, макчимай перемога Светланы Тихановской в выборах. Любовы, как меркуетесь, и, может, перемогчись, Светлана? Я могу сказать, что еще пару месяцев тому мы могли подумать, что про выборчую кампанию мы уже все ведем, и ведем, кого посадять, кого не зарегиструют, у кого потом будут проблемы. Але вот уже в этой выборы 2020 уже засвечали, что сценарь изменился. И Светлана Тихановская вот с такими темпами, как сапир, может собрать не то, что 100 тысяч подписов, а она в этом миллион. Але нам бачно, что она и не собиралась балотоваться. И что это был некий хучей за все перформанс, вае сабливый отказ за мужа. И тому мне подается, что тут могут быть и такие варианты, як отдать голосы на корыст некого іншого кандидата. Пытание кому? И снова же, вот им выпадку, когда зарегиструете ее у якости кандидата. Светлана Калинкина, калеваска. Ты, кто подписывается за Светлану Тихановскую, на самой справе не хавают, что яны подписываются супрать Александра Лукашенке. У гэтым выпадку, вот Светлана Тихановская, як в образ супрать, конечно, мая усе шансы перемахчы на гэтых выборах. Потому что и Конопацкая, и Дмитриев, и Цепкала, и Бабарыка, и Тихановская ейная команда, усе кажут, что людям без розницы, за кого ставить подпис. Первое, что пытаются люди, вы супрать Лукашенке? Супрать. То давайте буду ставить. Таму, вось, Светлана Тихановская, як кандидат тых, кто супрать Лукашенке, кто за то, якаб перший президент Беларуси нареште сошел в историю, конечно, може перемахчы, хотя уже зараз задзенешаны шмат, якие меры супрать дзене с боку державы. И то, что Александр Лукашенка знову произвал до себя Шеймана, старшыню КДБ, знову пайшли провокации, арышты свечыць про тое, что яны, як ніхто, разумеюць, на колькі хісткая сёлита ситуация с президентскими выборами. Мы сёдня обмерковали Сергеем Шупом гэтую выборчую кампанию, вот так пранализовали, дзе мы колькі бачили Светлану Тихановскую, Сергей каже, я б за яе галасавау. Вот с того, что мы бачили, яна вельми прагматична, вельми симпатична, вельми адекватный человек. Ирина Соломатина. Моя шанса, Светлана? Ну, знаете, вот если же мы тут какие-то прогнозы, вот я благодарю всех за высказывание, но знаете, то, что очевидно, что, во-первых, президент Лукашенко сам отзывы учил, что женщины научились, во-первых, собирать голоса и качественно собирать, потому что, опять же, пример кандидатки, которая сейчас претендует, то есть то, что мы обсуждаем, то есть в течение буквально полдня были собраны достаточное количество голосов для того, чтобы группу, в общем-то, то есть мужа не зарегистрировали, зарегистрировали жену, да, и это говорит о том, что, в принципе, ну, это все работает, технологии работают. Это раз. Второй момент, знаете, между тем, как Наталья Машерова была соперницей и Лукашенко, была реальной соперницей с Лукашенко и Татьяной Короткевич прошло почти 15 лет. Мы знаем, что это было на прошлой президентской кампании. Собственно говоря, нынешняя президентская кампания показывает, что претендуют на кандидаток уже четыре женщины, и это говорит о том, что женщины не только научились технологиям собирать подписи, но они уже реально хотят и претендуют на то, чтобы конкурировать на смену власти. И это, знаете, такие три тенденции, которые нельзя отрицать. Мы все глядзим гэты стрымы, любавы на гэтых стрымах, вы на гэтых улицах знаходитеся, Светлана. Я спрашиваю, что, Аллена, так само у Чехии живет знаходится, Аллена, вы глядзите уважлива, вы глядзите, что говорят люди, но люди вельми широ выказываются, там шмар жанчин самых розных узростал стоять у гэтых пикетах. Як вы подломажите, чому люди приходят на пикеты Тихановских и чому я не голосуют за Тихановского, не голосуют докладня, отдают свои подписы за ее? Ну, тут сам факт важный, что прозвищу я Тихановская. Так бы, усе ведут, як отбылся такий перевертыш. И всем был симпатичный момент, что она саправды подставила плечо своему мужу. Разумеется, но таго на взлете, что называется, засекли, зарубили, подлом это накеравано, закрыли у турму, закраты кинули в той момент, калей ему требовало подавать эти документы. И в этом момент она робит такий нешеканный крок. Она теоретично, но не отрымалась, не отрымалась. Она что? На хатне, госпады, не у ее, войдя, цей наши, она могла говорить, мкашу, могла утирать насы. Не, она робит иншый крок. И вот в этом сэнсе, это уже учынах, який, як бы, вот, зафиксаваусся у рамадской свядомости, гэтым, и она, скажем так, стала фядомая. Вось, и то, что ее это удастся, это не чекал сан Тихонос, кем сказал, что вышел, и был в шоку, что Светлану зарегистравали. Так что, и она, так, никто не говорит, что она такой спарринг, семейный партнер своего мужа, и надала свое имя мужу, для того, как он мог легально, скажем, протягивать свою кампанию. А что еще людям подобается? Знаете, кали муж и женка за одну, кали тягнуть одну лямку, женка за мужем, муж за женку, усеяны разом. И гэта людям подобается, тому люди за их. И вот такая символичная роля у Светланы. А, Люба, вот вы, напевно, могу я помылиться, гадоу 30 уже на позиционных акциях, як журналистка, вы их ходите, ведаете многих удельников, які не меняются за многих, гады, так? Вот, чем адметные пикеты у подтрымку Светланы Тихановской, які тепер проходят? Яких жанчин, яких людей вы там бачите у Першынёк? За гэтый час з'явилися, канешне, новые цікавые твары и сошли вельми адметные знаковые постаці. Можно узгадать Веру Терлюкевич, може, вы ее памятаете, жанчина, якая працавала крановщицей, а потом у ліцейным цеху и была яна с таким самородком. И, вось, калі у 98-м годзе отбылась абояка, калі, галовнаха паштанту, паміж демонстрантамі милиція, то яна вырвала з рукам апацца дубінку і той хадзіў прысаромліны за ёй, прасіў Вера Максима нагарніцца дубінку, калі ласка. І бачите, як ўсё дыградавала. Можаці сабі ўявіць сёня милиціянта і жанчину, якая паспробувала адабраць ў яго дубінку, і што б той милиціян сёня бзію і зрабіл. І дзе была б тая жанчына. І мы памятаем, як ране на улічны акцы выходзіли наставніцы, а гэта ж асновны контэнгент ў школах, а потым, ну, паттіском репрэсі, нехта зіх, хавая свай погляды, нехта пайшоў працаваць ў выбарчай комісі. І вось сёня ў нас такое ўявлення, што гэта фальсіфікаторкі гэта наставніцы, і яны маюць такі жаночы твар. Я бы сказала, што жанчын, які ця пера ў чарззе за подпісам, то яны самагарознага ўзросту. Пераважна, колька зіх бачна, што гэта маладыі дзявчаты. Але што кідаецца ў вудчы, гэта тое, што жанчын менш, чын мушчын. Але вось на апошніх вулічных акцях мня падаяцца ўсэм, мы бачали, што жанокчын твараў, там было болі. Чаму? Ну, макшыма яшы і таму, што стояць некалькі гадзінау, нядею жанчынам не верьмі хочыцца, нехта паяхаў на леце, што пагуць грады, нехта рыхтуюцца на працовна га тыдня. Прычыны могуць быць хучы і побытавы. У нас шмат жанчын, які без мужа тягнуць на сабе і дзятей, і дом, і в шобу, караці ўсё, што толькі можна. І макшыма гэтае прычына. Макшыма мы ўбачым ближайшым часам больші жанчын і жанчын з росту 50-45. Такога. Вот я ўчора якраз та неделя была, сёння мы записываем панедзіла гэту перадачу, глядзела вельмі доўгі стрым свабуды і звернула увагу на маладую жанчыну гадаў 30, яна прадпрымальніца, і я ездымаў милиціянт ў цывільным якби яна там ніякі агрэсі не проявляла, але яна ўму казала, што вы робеце? Ваша камера куплена за мае падаткі. А то, што на вас адзето, куплена за мае падаткі. То, што вы, зараз працованы дзень вам аплачываюць, так само мае падаткі. Это так само ёншае вымярэння, як мне падаеце жанчына на акціях, які разуміют, што ўтэй людзі, яких яны всі ці годы кормять, калі сплачываюць падаткі і працуюць ў даволі цяжкіх умовах, ну, як прадпрымальнікі, як дробныя прадпрымальнікі цяпер. А Святлана Калінкіна, от, мяя бельмі ўразі ў ваш блог на беларускім партызані, як ваша реакція на заяву Алэксандра Лукашэнкі, што Беларусь не саспела дажанчыны президэнкі, ё не берша раз так выказываецца. Прыкладна тоя ж самая гаварыў пра Гіллэрі Клінтан, калі публічна падтрымліваў Трампа ў часі выбаршы кампаніі. Ну, мы ведаем, што гэтая прамова была пэўным сэнсі падрэхтавана, і там былі такі свядомые пагрозы, свядомые абразы на адрас многих кандыдатов, потэнцыйных кандыдатов на президэнта. Вот да каго, як вы меркуеце, звертаўся Лукашэнка, калі казаў, што жанчына не саспела да президэнткі, да жанчын, да мышчын, да яких выбарнікаў? Ця то так просто яго панесла? Я думаю, што на самой справе ён звертаўся да самога сябе. Тому што Лукашэнка даваў шмат абецанні, ў тым лікуе такое, што калі ўось ён убашыц некага побыч сабой, хто будзе годна займаць президэнтскую пасаду, то ён сыдзе. Але ўось гэтай абецанні, як і гэтай абецанні, як і многі іншы, ён выканаць не здольны, хаця ў той же прамове ён сказаў, што ўось Наталі Іванна Качанага, Качанава на яго погляд, гэта ўжо гатовы президэнт, але беларусы, мавляў за яе, як і з любую іншы жанчыну, не прагаласуюць. Гэта дэялогі Лукашэнкі с самім сабой. Ён шукае адгаворкі, чаму ён не павінін сыходзіць з президэнтской пасады. І ўжо і президэнта, нібыта, знайшоў на замену Качанаву, але ўсё ровна не. Цяпер будзе замінаць Констытуція. Констытуцію ў 96-м годзе меня ўказаў часова, 24 гады прайшло, гэта ўсё часова цябніца. Гэта, ну, ведрэце, як тая прыкаска пра дрэннага танцора. Усё нешта зім не так, каб толькі сядзець на сваім крэсле. Права тут, ні ў жанчынах, ні ў мушчынах, ўсі будзе яму дрэнныя, бо ён ўжо гаспадаром гэтэй краіны сябе чуае. Гось яму вельмі падабаецца гаварыць ад іня народа, але як не падаецца для яго гэта такі агульныя словы, народу саправды ён ўжо не бачыць. Ён не бачыць Беларусь без самога сябе, а хто там можа быць заменай жанчына, ці мушчына. Мне падаецца гэта ўжо такое другаснае пытанне. Хаця, на мой погляд, Беларусь якраз краіна жанучыя, жанчыны ў нас вельмі актыўныя, жанчыны ў нас вельмі аутырытэтныя, ў складаны часцы мінавіта жанчыны цягнулі гэтую краіну. Таму, калі б былі жанчыны кандыдаты ў президэнты сурьозныя, то як таеш Сэтлана Цихановская, калі я надойдзе да регістраціў, да галасаванне, бо там кампанія крыху іншыя, то я думаю, жанчына мела б ўсе реальны шансы перамахчы Лукашэнку. Напрыклад, балатавалася б, ну, умовна кажучы, Сэтлана Алексіевич. Лександр Лукашэнка не ведаў бы нават, што казаць. Дзякуй великий. Ірына Саламасіна, я ведаю, што вы професійна адсочваеці вот все выказванні з датычны гендарных пытанняў всіх потэнцыйных кандыдатаў на кандыдата, на президэнта. Вот хто з 15 чалавек наибольш надаеў вагу пытанням гендарной ровнасті? Так, вот, кагу можна назваць профеміністам, ці феміністкай с кандыдатаў, с кандыдатак? Ну, знаете, по поводу феминизма, я думаю, что тут нужно все это положить на полку, потому что все-таки это феминизма такое, сейчас их очень много, но, знаете, в плане такого, что ли, явного проговаривания каких-то гендарных аспектов в дальнейшем, конечно, у нас есть только одна кандидатка, это вот, собственно, Анна Конопацкая. Но, опять же, тут очень интересно, потому что я анализировала парламентскую кампанию 2016 года, и, конечно, там Анна ни в коем случае не говорила ничего, связанного такого вот именно с гендарной политикой. Сейчас она, допустим, вот в этом ее последнем интервью 30 марта, мая прошлого месяца, вот она сказала о том, что ее приоритетом будет то, что она будет работать с рынком труда и пытаться уменьшить разницу в оплате труда между мужчинами и женщинами. На самом деле это такая проблема есть в Белоруссии, и все исследования показывают, за последние 10 лет эта разница между в оплате труда, она растет. То есть, если, скажем, больше 10 лет назад разница в оплате труда была приблизительно там 24%, то теперь она уже почти 30%, при этом есть какие-то обоснования, которыми можно объяснить, почему женщины платят меньше. А есть, например, там вот последнее исследование показывало, что есть, например, 26,7%. Это та разница, которая, в принципе, никак не объясняется. И если ее нельзя объяснить, значит, 100% есть какие-то, знаете-таки, дискриминационные механизмы на рынке труда, которые, в принципе, позволяют оплачивать женский труд меньше. Это большая проблема, учитывая особенно экономические кризисы в Белоруссии. Еще один момент, в общем-то, о котором она заявила, она объясняет вот эту специфику. Опять же, эта проблема не уникальна для Белоруссии, такая же проблема и в других странах. Другой вопрос, что Анна, например, объясняет существованием гендерных стереотипов. И вот тут уже очень интересно, потому что она, собственно говоря, если в 2016 году она про это не говорила, то теперь она в открытую говорит о том, что она сама, как женщина-лидер, постоянно сталкивается с тем, что ее труд обесценивается. И она, в общем-то, стоит на таких достаточно радикальных позициях. Она приводит, например, такую классическую работу Андрея Дворкина «Бинтование ног», которая описывает такую практику, когда женщина, которая хотела выйти замуж, ей перевязывали ноги именно для того, чтобы они не росли. И это, знаете, такое сильное высказывание. Но, опять же, у меня, например, такой возникает вопрос. Опять же, последнее исследование показывает, что 75% населения и запрошенных вообще не понимают, какое отношение гендерная и государственная политика имеет отношение к отдельно взятым людям, которые в этих опросах участвуют. И, знаете, когда, в общем-то, кандидатка выходит с таким сильным заявлением, вопрос, кому она это заявление делает. Если государственная и гендерная политика существуют с середины 90-х годов, но при этом последнее исследование показывает, что среднестатистическая и женщина, и мужчина совершенно не понимают, с чем связана эта гендерная... И как они могут применить ее на себе. Вот это... Ирина, вот вы привели приклад Ганны Конопацкой, а інши кандидаты, кандидаты... Нет, никто. У всех совершенно слепые программы, абсолютно. То есть никто вообще... Ни женскую повестку, ни какую-то... Ни что-то связанное с гендерными... Ну, я вот интервью на Белсате глядела с Валерием Цыпкалом, так и отговорил про гендерную ровность, як один из проритета, вот, калей он... Да, но она, понимаете, это как вот... То есть, окей, ты называешь это... Ну, у нас есть государственная гендерная политика. У нас, например, очень высокий индекс гендерного равенства, и это, в принципе, один из показателей демократических изменений внутри страны. Но это, понимаете, это совершенно искусственный, формальный, как бы, признак. И, опять же, высказывание Лукашенко доказывает то, что это очень формально. У нас почти 35% женщин на уровне решения, то есть в палатке. Но при этом, когда у нас президент продолжает делать такие заявления, когда показывает о том, что нет никакой политики, у нас нет никаких женщин на уровне решения проблемы. Опять же, когда, допустим, мои какие-то коллеги из-за границы спрашивают меня, как вам это удалось, и я начинаю объяснять, что это совершенно формальный принцип отбора правильных женщин, которые будут поддерживать правильную идеологию государства, я им просто советую посмотреть, кто все эти женщины, которые сидят в парламенте, что там только женщины с госресурсом. Если не может быть такой монолит, там нет никого, там, знаете, сельские женщины, женщины бизнеса, а когда есть такой монолит, это чисто формальная вещь. Поэтому... Я хочу сгадать, 1994 год, и тады сяроды, кто голосовал за Александра Лукашенко, было достатково шмат женщин, и теперь, ну, в чархах за Сергея Тихановского, ка подписаться за его женку Светлану, полный женщины и самого розного взрослого. Многие аналиты кино не то, что пара вновые, в 1996 год, але вот кажуть, про чым степадобный эффект, який мая, оказывая на людей, блогер Сергей Тихановский и калисти Александра Лукашенко. Алена Тиханович, ці у вас ёсь свой адказ на пытання, чаму шаншыны патрымліваюць Тихановске, ха чаму ён им падабаецца? Ці это просто агульны такі протэстны настрой, і гендар немае значэня. У меня ёсь версі, чаму Тихановскі падабаець шынам, але перш я хачу ряхаваць ось на гэтэй тэзіс одного коментадара, што справды гэн параўнувы, што Тихановскі магаляў таким же чынам сабярае адшкі папулярнасті калісті Лукашэнка. Як это гарішна ізгодна, таму што это вельні павярховныя параўнання, вельні павярховныя паралілі, якая не улішывая якбы параўнання іпох, не улішывая цалкам комплекснам бэграўну, таму што, калі Лукашэнка збіраў свае адшкі папулярнасті, гэта была сярэдзіна 90-х гаду. Это развал Советського Союза, калі пришла такая пьянкая свобода, калі все стало можна. І в той ситуація ён просто задолю ловко зловив свою жарптушку за хвост, а то йому удалось. Што робе Тихановскі? Тихановскі тепер у часы твердой, застоявай, заскорузлай, жесткой диктатурой, і он выходит на площу, і он закликаю людей разом, не боякся шукать правду, і ён за этими людьми і он сябі дазваляй, вышыўшы адкрыта на площу беларускаго горада, сказаць «Стоп, таракан!» Маўчу навазі ваззі этой ўсы. А цікавая рэч, дзясць ён згадаў, што навад гэта, я думаю, адкул такі взяхся непалітычны, такі шалёны лозунг? Аказывацца, жанчына, якая пришла на дзем з митынгаў, расказала ему, што вот она знаходзіць моральну патрымку гэтай казачцы савецка класыка, карнея Чуковска тараканіща. Актуль взялся этот лозунг. Так што сёня прайзці і сказаць «Стоп, таракан!» разам з людьми, даць им камеру, это абсолютно іншыя цана вот этой популярнасті, іншы уздровінь смеласці, чын сказаць калісті Шушкевичу, што ты украў цік для дачы. Вот таму, мінавіта гэта падабаецца жэнчын, таму, што гэта адважны, смелый чалавек. Жэнчыны любят смелых людзі, жэнчыны любят героев. Яны хочуть своі герои, не хочуть бачуць, хочуть им покланяться, хочуть їх рябіцьку міру. А вы сами симпатизуеці такому кандидату, калістані? Я буду говорить так, як аналітик. Скажам, я вот то, што назіраю, такі сюжет я вам пішу, што пришла жэнчынка, пенсіонерка, малінькая такая, каліше был Сіхановскі на мітингу, і кажа, «Боже, я вас так патрымлюваю, так дзякую, што вы нам робите». А яны я, яны я бдымаю, так як матолю, я вам дзякую. А яна притулилася і вот так замерла, а потім кажа, «Боже, я такой большой, смелый». Справдам, што вот іще гэта отшування, іще гэта отшування, што это оборонця, разумеється, тому што многі люди безоборонны, люди стратили надзію, не ведаю, де допица правды. А вось тут прийшоў адважны, разумеється, ведаючий пра все тое, што сталося з апанентами Лукашынкі ў покарэдні гады, ведаюча гэта, і вось так прийшоў адважны, і гаварці кажу, што, ну, ніколі б не параўновывала Лукашынку і Цихановска, іще ба тое, причыня, што она просто людзі з іншай сістэма моральніх кардэнат. Мені зэць, Цихановскі ніколі не зробі такі кроки, які за час свого праўліні зробіла Лукашынка. Ну, а іще, не цікаваць наші каляжанкі адагуюць на такі момант, што, ведаюча, от даходзіце да такого, што жэнчыны, саправды, яны хочыць гюроя, хочыць куміра, яны праўжа, хочыцца нам от тілеснага контакта, ён сексі, ён магрудный, я маю таку фактуру, бачыцца, і ён дазваляў із ўсіх ўтэх ўдзельнікаў кампані, пулетзі Лукашынка, была 2 метра, цікаваць ў дзістанція, дзе хто да ёго дакраносі. А ён дазваляў дакраносі, да рукава ён обдымаў жэнчын, сэлкі робілацца, можна была да ёго притуліцца. І ў нікін сэнці, ён жа за гэта і поплатіўся, тому што, дачыце, прышлі жэнчыны з іншыў задачы, які пачалі ёго дзяў всіх ці робіцца, і так далі. Я думаю, што, Люба, ўсё такі, тут больше спецааліст по такіх ролях, які на мітэнгах разыгрывыць жэнчыны, і чаму, мінавіта, тут жэнчыны былі выкарастаны. Ну, заправды, Люба, вы, вядыцца, самы розныя сэтуація, ну, мушчын таксама актыўна выкарастуваюць самых розных правакаціях, то гэта, апошній прыклад, просто был найбольшы меў розгалас такі. Якая роля жэнчына ў правакаціях, калі ёхулады сэрыстовые? Мне падаяцца, што ў правакаціях могуць задзенічаць кожнага, хто на гэта ў вогулі можа толькі пагадзіцца на гэтаю ролю. І, вось, памятайцца, ў нас гэта могуць быць не толькі жэвые, конкретныя людзі, жанчыны, але і такі віртуальны. Памятайцца, некую мітычну фрау А з Нямеччаны, яка ўже фігуравала падчас масавых репрэсіў ў Сакавіку сімнадцатага году. І тады была і справа Белага Легіону, і шмат тады активіста утрапілі закраты. Савецкая Беларуся надрукавала тады нібыта ліздз зварот ад той самай нікому невядомай фрау А. І ў тым звароті ана казала, што ў краіні нібыта рыхтуецца фашистовскі пераворот. Ну, а ў гэці кампані ўжо значылась і реальна, як жартуюць ў сацсетках, фрау Б. Натуральна за яе занятка. Вот мы бачым, што за свае сексуальны паслугі жанчына просьаць немалые грошы. Мы таксаба не ведаем докладна ці гэта правда, я так скажу. Ну, шмат жарта, ў шмат ёсць там з пасылак. І мы не ведаем, што там можна было трымацца гэта, як гэта все ну, выставлялась ана сам річ. Але, калі сурьёзна казаць, то, канешне, выкарыстаць для провакацы милиціянта і жанчыну, якая займаецца такой вось професія, гэта як сёня кажа ўжо наша молаць, дно. І гэта выклікала такую негатывную публічную реакцію в грамадстві, якой ранее я не памятаю, як абыла. Сацццедкі, но толькі лінівы не адзначыўся на гэтую тэму. І вот аутарам гэта піесы, канешне, досталася ад камэнтаторам. І мы памятаем, што супраць правобаронцы Андрея Бандарэнкі так сама выкарыстыли ў свой час жанчыну. І самая цікавая, што мы з одного боку живім ў такім патріархальнам сё ж такі грамадстві, а з другого аутары такіх провакаціў разлічываюць выклікаць хварю абурэння, што вось мавляў мушчына так брутальна, так груба обышоўся жанчыны. І тут ўось над чым падумаць. Жанчыны вельмі актывны ўдзельніцы площы, падчас кожной выбарчай кампані. Мужы сто разу ўказалі пра тое, як яны кідаюцца там бараніць людзей, калі ік затрымліваюць. А давайте ўзгадаем Ніну Багінску са стягам, якая ўжо столькі штрафам мае, што ўжы може набыць там нерухомасцю прыгарадзі Менску, і нават такі немалы взямелі надзіл. Мы былі святкамі шмат якіх скандалав, але ў нас не было, як ў іншых країнах здаецца, дыпламатычных скандалав, звязаных с так званымі мядовымі пасткамі. Хочай на дварот нам демонстравалі памятайці ў гэтам контэксті ў прайм тайм відео з мушчынскім порно. А вот што дажа ночах провакаць ў напэвну ў цивілізаванай країні заклік старшыні центральна выбарчай комісіі істі варыць борш, то спрынялі напэвна як саправдну провакацю. А ў нас? І вось такая сутація ў нас тягнэцца пакуль, што. Так ёсь така реча. Дзякую, Люба, Ірына, я хацела б зараз закрануть такі цікавы момат, на які звернула увагу мастачка Нікасандрас. І наглядела адзін са стрыма ў Сергея Тихановскага, пасляя кога она написала ў Фейсбуку, што ён больш не я ей герой, ну, і она пабачила, як то із неважліва, ну, не вельмі ветліва гаварыў па тэлефоні со сваюй жонкай. Ну, ў процэ тоя она написала, той, хто не разумеє, што такоя павага, тым больш да ўласны жаншына, ніколі не зразумею, што такоя цивілізаванная дзержава. Це такая вэснова. А, ну, цяпер мы не можам пагаварыць не з Сергеем Тихановскім, не з Ягонай жонкай, ну, мы не ведаем, ну, така, это погляд Нікасандрас. Вот, такая е рымарка, на колькі она падаецца важной для разумення таго, хто такі Серге Тихановскі, і ці важна гэта тепер для людей, які хочуть пираміна в Україні? Ну, знаєте, во-первых, все-таки давайте смотреть, з кій точці говорить Ніка, ведь Ніка не тільки художніца, да, она тож блогер, і у неї достаточно большая аудиторія. І якщо ми сравніваєм, що один блогер другому, в общем-то, що-то висказывається, то це тож, знаєте, як раз такі озвучивання позиції інфлюенсера на свою аудиторі. Нужно понимати, що сама Ніка, її, звичайно, муся не був об'явлен політичним, як щас, собіна говоря, об'явлен Сергеем, але, не будемо забувати о том, що Ніки муся довго довго провів в містах лишення свободи, і вона, як жінчина, она довго об'ємні молчала, потім выступила публічно з тим, що відбувається, і потрібно понимати, що вона має право, собіна говоря, давати какую-то оценку, именно потому, і на які жертву йдут жінчина для того, щоб спасати своїх мужчин, але не тільки, мусяну, в тому числі і себя, як як кукусь публічну единицю, тому що все-таки Ніка, она претендує на какую-то таку публічну суб'єктність, поэтому она, собственно говоря, й дає такі висказування, і я все-таки думаю, що она правильно высказалась, почему? Потому що, опять же, знаєте, мені це немножко ситуація напомнила, ситуація, яка була в Росії, у такої певиці Валерія є муж-продюсер, і однажды муж-продюсер сказав, що, ви знаєте, Валерія буде регіструвати в Политическую женську партию сильні жінчини, після чого, в Росії другої контекст, там поднялась, конечно, буча людей, які їм сказали, що вообще ти хто, і, собственно говоря, то, що робить Ніка, Ніка тож сказала, що, якщо ти розглавив групу жінчини, котре ради тебе пошла на выборы, то немножко фільтруй базар. І в цьому смыслі она правильно сказала, що, понимаєте, ти хоча б цени, на які жертву йдет твоя жінчина, щоб ти оставався в публичному пространстві і, як минимум, уважай її і не делай достоянием публики вот эти публичні скандалы по телефону. Или там не був скандал, але він просто якось так некрасиво высказався по поводу того, щоб она как-то медленно ему отвечає. І в цьому смыслі, конечно, я все-таки за то, щоб і ці речі теж аналізувати, тому що в отличие, наприклад, от России, де був огромний скандал, і, конечно, вся ця тема з відкритием політичні партиї, яку я там представляла продюсер-муж певиці, она, конечно, сошла на нет, а в цьому смыслі тільки одна Ника сказала, що, в цьому, це як минимум некрасиво выглядит, і тому тепер він не мій герой. Ну, я додам. Я нажав. Просто хочеться давати особисту оцінку. Я цей сюжет не бачила, а з другого боку, в том же інтерв'ю «Свободзе» Тихановский признався у каханні своєї жінці, він сказав, що думав, коли сі, що до 30-ти годів не жениться, а потім йому було 26, іна прийшла до його клуб, закаханий, жанімся, так що, ну, це так само якби факт, який ціниться. Той ми не чули, але можемо реагувати тільки на ремарку. Ну, так, безумовно, можемо реагувати тільки на ремарку, але така реакція може примусить Сергею пълным чинам скоректаваць штось ці у своєї риторице, у своєї кампанії. Святлана, у нас уже тут завершається ефірний час, і для вас слово на подсумування, Ірина Саламатіна падлічила, што вот 2001 год магла быць кандыдаткай на президента Жанчына Наталія Машэрова, так, потім 2015 год Татьяна Караткевич і цяпер чатыр потімційнае кандыдаткі на президента Жанчыны. Які шанец ёсць, ці саспела Біларусь насам рэч? Нам Алена рассказала тут гісторую кахані, а я ўсё ж таки лічу, што Сергей Тихановський, ну, і адповедна Святлана Тихановськая, гэта ўсё ж таки кандыдаты ненавісті, ненавісті да Александра Лукашэнкі, і людзей не столькі цікавець, што гэта за людзі, які ў їх палітычныя праграмы, ў нихто гэта гэта гэ и не ведая, і не запытывацца. Людзей цікавець толькі адно, наколькі сурьёзна настроэны гэтае людзі, каб адстоіваць наша права на Біларусь без Лукашэнкі, без Ермошэнэ, з выбарамі без Лукашэнкі і без Ермошэнэ. Па-моему, гэта вось адзіны момант, а ўсё астатнія, ну, рамантызм, які цікавы, які мае мэсцэ быць, але на мой пугляд, ўсё ж такі, да реальнай палітычныя сітуацыі мае мала дачынэння. Бо не за Тихановскага ў значнай большасці ідуць падпісывацца людзі, і не за Тихановску і Светлану, а ўсё ж такі, супраць таго чалалека, які празначаю сябе президентам ад выбарав да выбарав. Сё літа, на мой пугляд, сітуацыя унікальна, таму што ўсё кандыдаты і Тихановскі, і кандыдаты протэста на кшталт там не помнішчага, і жаншыны, і мушчыны, яны маюць шанець хаця б пачаць кампанію такіх агульна національных провадав Лукашэнкі на пенсію. Таму што, я не веру, шчыра вам скажу, што навыць там маці боская калі б балатавалася, то ёй бэ Лідія Ярмошэна не пасаромілась і написаць там 5-10% воласоў. Я думаю, што, ну, цуд сё ж такі не здарыцца, але вось такое аб'яднання, консолідація на кун таго, што Александр Лукашэнка больш не можа кераваць гэтай країны, што мэд яго ўжо стаміліся, што ён забінае развіцю гэтай країны. Яно ёсць і паміш кандыдатамі протэста, і паміш кандыдатамі, яких яшчы недавна называлі спарринг-партнёрамі, то ёж Ганну Канапацку, ці таго ж Андрея Дзмітрэва, і паміш кандыдатамі, які яшчы недавна былі кандыдатамі на мінкулатуры, цэпкала Бабарыка. Караті, і мы маім сітуацію, калі толька адзін, адна ў нас ёсць, як это сказаць, тёмны конік, гэта спадарыня кісель, мне падаецца і прозвішча, праяе Лукашэнка казаў, што яна там, яго крытыкуя і ў хвост, і ў грыву, і сабрала ўжо шмат подпісал, але відаўшно, што гэта не праўда, бо ў садсетках нема ниводнага чылэка, які сказаў бы, вось сёння я поставіл подпіс за спадарыню кісель. Хоць і Рына кажа, што навучыліся ўжо кандыдаткі збыраць подпісы розны. Давайте прознаем, што ўсць 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 такі розныя кандыдаты, розныя сітуацыя. Мне падаецца важным, што жаншыны ад такой любові да Лукашэнкі, што ён і гаворыць прыгожа, і абецаеш мат, і карацей ад такога захаплення им перайшлі да аналізу таго, што ён гаворыць. Так, жаншыны, кажуць, любяць в ушамі, мы, наша краіна, беларускія жаншыны, гэты перайшлі, перахварэлі гэтым, і цяпер, на дварот, на 26-м годзі керавання, ягонныя абецанні, ягонныя прамовы вызываюць столькі раздражнення. І вось тое, што жаншыны нарэшця затікавіліся палітыкай, нават ты, хто ніколі ёй неудзельнічав. Гэта адметнаць, на мой погляд, гэтай кампаніі, і мы бачылі, што ў гэтых чэргах, на пікетах па збору подпісав, не палітычны актывісты стоялі, а стоялі звычайныя людзі, і мы чулі, што і аны казалі. Куды ім скажыць пайзці, туды яны пайдуць ў дзень выбараў, таму, што больш так жыць нега. Гэта вялікая адметнаць. Іх ў країні большыць, па другое, я лічу, што ў нас многое ў сім'ях залежыць ад жаншыны. І навад, калі муш там палініцца не шта рабіць, ці істі некуды, ці палічыць гэта немытазгодным, мудрая жаншына, яго з долі пераканаць. Таму, на мой погляд, на гэтых выбарах шанс на змены ёсць. І ў тым ліку, дзякуючы жаншынам, ў перадачы толькі жаншыны бралі ў дзел журналістка Алена Тиханович, Любоў Луньёва, Светлана Калінкіна, Яга Анна Саусі, керавніца гендарнага маршруту Ірына Саламасіна. Дзякую вам вялікі. Всягода і лепшыга. Всіго доброго. Хорошего дня ўсім. Та пабачэння. Та пабачэння. Та пабачэння. Продолжение следует...